как бороться с просядкой апдейтов вот тема неоднократно в принципе поднималась на предыдущих стримах но опять же могу повториться для присутствующих основной основной вклад вот в эту штуку в апдейт это entity update entity updated такая каждая каждый вот кусочек белта каждый предметик каждый заводик каждая труба это entity вхождение то есть или объект предмет и вот на него сейчас тратится 24 миллисекунды это очень уже много поэтому проседает апдейт вот чтобы понижать эту штуку нужно самый простой способ удалить нафиг все предметы правильно но мы этого себе позволить не могем хотя конечно стараться стараться минимизировать скажем так то есть делать только то что необходимо допустим да то есть вот убирать лишние вот эти вот штуки например да я уже тоже начал убирать лишние подбирать вот такие предметы тоже можно они тоже могут убирать кусок из области загрязнения на самом деле имеет смысл практически в плане апдейтов потому что когда загрязнение попадает на кусачьи гнезда где-то далеко 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 да где нету ничего вашего вообще никаких постройка там обычно нету апдейтов на этих чанках эти чанки не обрабатываются они но они как бы их можно назвать заснувшими но когда попадает полюшин на гнезда этот чанк где это гнездо он начинает обрабатываться и он просыпается и тоже включается вот но уже не в не в эндите апдейт тут где-то есть отдельная там отдельная графа я не хочу нет на генератор я щас не не буду искать вот вот для сравнения кстати поезда занимает от 08 база жрет вот 20 то есть в 20 раз больше дальше почему я вот опять же все делаю подземными белками потому что если здесь будет 10 до этих вхождений для подземного белта вот это это как два вхождения вход и выход вот то есть он обсчитывается соответственно в пять раз меньше занимает поэтому меня все все я стараюсь делать подземными белками как можно больше вот опять же боты не знаю на самом деле не могу ничего сказать прям по своей практике но вроде как говорят что боты занимают меньше в общете времени чем соответствующая фабрика на белтах то есть вот такая вот фабрика типа она больше на самом деле жрет если бы это все обслуживалось бы ботами не знаю и никак проверить не могу если только не взять и все это скопом переделать на ботов и засечь может быть как на одном из стримов займусь этим трубы опять же трубы очень много тоже добавляют вот в эти апдейты персекунд и чем меньше труб тем лучше вот и кстати про чанки да забыл еще упомянуть чанк это область карты это маленький квадратик карты их можно посмотреть вот по f4 есть настройка дебага и вот есть например detail от дебаг или full по f8 помыли по их да вот он вот эти фиолетовые фиолетовые штучки вот фиолетовые штучки это то это обсчет собственно чанков вот если у меня на старой игре вот на той то есть видно что вот эти карты они по нулям вот эти вот квадратики они по нулям они не обсчитываются а вот там где есть какая-то активность как правило это все вокруг игрока это уже пошел вообще детальный детальная разрисовка дебага вот то есть видно что только там где постройки а вот если бы был полюшенный где-то здесь то он тоже начинает обсчитываться у меня были как бы ситуации когда там целая область карты обсчитывалась зазря буквально то есть я биттеров из только из-за этого убрал чтобы повысить апдейт персекунд вот поэтому предпочтение и отдается на таких больших базах это отдается солнечной панели потому что они обсчитываются гораздо быстрее чем водяные реакторы и водяные всякие штуки вот по тем самым причинам по которым я сказал то что любая каждая труба обсчитывается на здесь же солнечная панель считается как одно целое напутано что ли поэтому выгоднее с точки зрения апдейтов в секунду иметь солнечных панелей на ту же мощность на которую там реактор дает но в плане места конечно они занимают несоизмеримо больше